Всем доброго времени суток! Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Ева Лехцер. В данном видео хочу вам предложить расклад на тему «Почему он меня не ценит?». Такой вот достаточно риторический вопрос, который позволяет покопаться в себе и понять в чем-то причину своих неудач в отношениях. Работать мы сегодня будем с колодами Чиро Марчети. Первая колода Таруснов покажет нам основную причину, почему же он вас не ценит. Вторая колода Тару Божественного Наследия покажет вам, даст вам карту совет, что вам делать в текущей ситуации. Всего с вами у нас будет 8 вариантов. Как всегда, вам необходимо расслабиться, настроиться на расклад, проговаривать имена, даты рождения себя и партнера для лучшей самостройки с картами в целом со мной. Потому что поймите, я не могу быть универсальным тарологом для всех, с кого-то считываю информацию с вашего информационного поля, с кого-то нет. Так как у кого-то есть свой врач, свой косметолог и так далее, да. То есть люди, которые нам близки по нашему энергопотоку. Итак, будет всего 8 вариантов. Заранее либо проговаривайте тот вариант, который вы считаете нужным, то число, которое вам идет, либо выберите ту стопку карт, которая на вас будет смотреть. Так, давайте начнем. Итак, первый, второй, третий, четвертый вариант. Сейчас подвиню карту. Пятый, шестой, седьмой и восьмой. Карта с остальной колодой, да, с другой колодой я буду вытаскивать в процессе. Доставать. Буду вам озвучивать. Итак, даю вам несколько секунд определиться. Настроиться и будем смотреть. Итак, почему же мужчина не ценит тех, кто выбрал первый вариант? Здесь у нас падает перевернутая умеренность. Карта четко говорит о том, что вы не даете ему ощущение и чувство покоя, чувство умиротворения. То есть у вас постоянно в отношении какой-то накал страстей. Возможно, на текущий момент вы по причине ряда событий, либо обстоятельств неуравновешены эмоционально. То есть можете либо на нем срываться, либо истерить, либо в целом, знаете, у вас перепады настроения от худшего к лучшему. То есть это такие вот эмоциональные качели. Из-за этого эмоционального раздрая, соответственно, мужчина пытается вас избегать, либо каким-то образом от вас отстраняться. Соответственно, меньше вам уделять внимания, меньше дарить подарков, либо относиться к вам пренебрежительно. Что же вам в этой ситуации стоит делать? На что обратить внимание? Либо каким образом можно исправить ситуацию? Или можно ли ее исправить? Даже давайте так. Что вам делать в текущей ситуации? Карта императора. Прислушаться к своему мужчине все-таки, потому что карта императора – это карта стабильности. И мужчина вам эту стабильность дарит. Я не говорю, что вам здесь нужно под него прогибаться, полностью подстраиваться, но тем не менее, если все-таки мужчина для вас значим, подарите ему ту гармонию, теплоту, покой, те чувства, которые он от вас желает видеть, слышать и чувствовать. То есть для него, вы понимаете, вы своего рода были оплотом какого-то душевности, родства душ, но на текущий момент это исчезло. Либо, возможно, у вас изначально этого не было, если отношения у вас на начальной стадии развития. И, соответственно, мужчина занимает такую диктаторскую позицию. То есть больше ласки, больше нежности, возможно, вы разбудите своего тирана, измените его в лучшую сторону. Так, для тех, кто выбрал второй аркан. Отшельник. А здесь человек в целом ушел в одиночество, абстрагировался от вас, от ваших взаимоотношений. Либо карта говорит, что вы, наоборот, цените собственную зону комфорта и очень часто бываете в одиночестве и мало уделяете времени своему мужчине. Соответственно, это его раздражает, вводит из себя и дает полосы отчуждения в ваших отношениях. Вот это является камнем преткновения. Ну, безусловно, вы, возможно, можете уставать на работе, либо у вас в целом сейчас ситуация, когда вам необходимо разобраться в себе, что-то осознать, либо переоценить, или переосмыслить. Но вы понимаете, что это, в свою очередь, отдаляет мужчину от вас. То есть тут сценария два. Либо вы ушли в себя, либо мужчина ушел в себя из этих отношений. Так, что же вам в этой ситуации делать? Чтобы изменить его отношения. Карта Маг. А взять все под контроль, взять свои руки. Потому что здесь карта говорит четко, ну, проведите какие-то активные действия, проясните ситуацию. Потому что если вы не будете этого делать, так и прождете попусту и останетесь у разбитого корыта. То есть лучше ранее знать и все узнать, и понять, осознать что-то для себя, чем потом жалеть о попусту потраченном времени. То есть попытайтесь вызвать его на какой-то откровенный разговор, проговорить все то, что вас устраивает, либо не устраивает в этих взаимоотношениях. В чем являются камни преткновения ваших отношений? Именно это ваша активность и поможет вывести вашего мужчину из состояния отшельника. И помочь решить какие-то, возможно, его внутренние проблемы или комплексы. Если вы на текущий момент находитесь в состоянии отшельника, то ваша задача все, выходить из этого состояния и идти на контакт. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Перевернутое колесо фортуны. Знаете, почему вас не ценит? Да потому что не ваше. Перевернутое колесо фортуны это в принципе не ваш партнер. Либо даже если партнер был значимым в вашей жизни, то есть супруг, близкий человек, ваша роль в этих отношениях друг к другу, в вашей жизни друг друга уже сыграно. Перевернутое колесо фортуны свою задачу в этих отношениях вы уже отработали. Давайте с позиции совета. С позиции совета здесь у нас падает перевернутый аркан влюбленный. Влюбленный в перевернутом положении ситуация любовного треугольника, ситуация выбора либо для вас, либо для него. Как я вам говорю, не ваш партнер. Ваша задача разорвать эти отношения и уйти со спокойным душой, со спокойным сердцем. Другого здесь не дано. Не ваш человек. К счастью или к сожалению. Ну, мне кажется, в большинстве случаев к счастью. Потому что ваше от вас не уйдет. Запомните, это раз и навсегда. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Почему партнер вас не ценит? Здесь падает у нас перевернутый рыцарь жезлов. Да потому что, знаете, перевернутый рыцарь жезлов, это в целом здесь проблема не в вас, проблема в мужчине. Как у нас говорят на Украине, проезжа сваха. Перекати поле или каких-то таких еще товарищей называют Будулай. От одной юбки к другой. То есть, не упустят момента. Это в целом мужчина, который скачет по женщинам, не пытаясь, знаете, в женщину понять, вкусить радость, быть я с ней. То есть, просто, знаете, как я говорю, скачет по вершкам. У него идет отношение не с позиции качества, а с позиции количества. Чем больше, тем лучше. Хорошо. Что вам следует делать в этих отношениях? Есть ли тут какой-то шанс либо возможность изменить ситуацию? Шестерка мечей. Да посмотрите, карты вам говорят сами, говорят вам открыто. Девушка в лодке. Уплывайте уже к другим берегам. Не надейтесь здесь на перемены, потому что здесь четко ситуация говорит о том, что мужчина не постоянен. И страсть в отношениях с вами, она как быстро вспыхнула, так и быстро сошла на нет. Перестаньте на нем циклиться. У вас впереди прекрасный горизонт и прекрасные перспективы. Когда шестерка мечей в прямом положении, это прекрасные перемены. Поэтому просто отпустите этого партнера со спокойной душой. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Почему же мужчина вас не ценит? Здесь падает шестерка кубков. Я бы сказала так. Смотрите, если вы в отношениях пары, у вас есть детки, то первоочередным этапом для него являются дети. Не потому, что он вас не ценит, а, скажем так, смещены акценты. Либо же, если у вас детей нет, и вы не в паре, для него первоочередным является его семья. Приоритеты семьи. Ну, то есть человек так воспитан. Таковы у него традиции. Это у него заложено в генах. Здесь, ну, мы посмотрим с позиции совета, но в целом, как говорят арканы, понимаете, по шестерке кубков вам остается либо человека принимать таковым, какой он есть, либо просто выйти из этих отношений. Человеку здесь маловероятно, что изменится. Но, тем не менее, давайте проясним эту ситуацию. Так, что же у нас здесь? Смотрите, не могу сказать, что у вас есть перспективы переделать. В дальнострочной, как бы, перспективе у вас есть возможность, что мужчина вас услышит. Еще здесь карта говорит о том, что если вы считаете, что мужчина к вам пренебрежительно относится, это не так. То есть на текущий момент вы можете быть в разлуке, либо в целом у вас состояние ссоры, идет желание примирения. И это состоится, если вы подарите ему надежду, дадите ему реализацию его планов, его желания в отношении вас. То есть тут я не вижу пренебрежительного отношения. Здесь вы просто заблуждаетесь. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Так, почему мужчина к вам пренебрежительно относится? Ситуации две. Либо он чувствует вашу подноготную меркантильного интереса по отношению к нему, то есть что у вас есть желание что-то с него поиметь. Либо прямо противоположно. У мужчины есть что-то желание поиметь с вас. Только в финансовом аспекте. Здесь я даже не могу сказать о какой-то вот сексуальной близости. Тут в целом, понимаете, отсутствие духовной близости. Пятерка Пентакли, карта духовной бедности, бедности как таковой в целом. Так, что здесь можно в этой ситуации изменить? Получится ли изменить? Что вам делать? Пятерка Пентакли вообще карта кризисового взаимоотношения. Такой, скажем так, переломный этап, либо переломный момент, после которого будет решаться, будете ли вы вообще в принципе вместе. Так, что же тут вам делать? Что же вам тут делать? Ну, понимаете, здесь, к сожалению, делать вам нечего. Объясню почему. Перевернутая девятка кубков, как правило, чаще всего это проигрывается отношение на расстоянии, отношение сексуального характера. В результате которых либо вы пытаетесь что-то с мужчиной поиметь в финансовом аспекте, либо мужчина пытается что-то поиметь с вас. К сожалению. Поэтому вот и суть всех ваших отношений. Только, знаете, я даже не могу это назвать приятным времяпрепровождением. Здесь такая, знаете, попытка... Вот в Ленорман есть замечательный аркан крысы либо мыши. Это вот ситуация, когда каждый в отношениях тянет одеяло на себя. Вот здесь вот 100% такая ситуация. Каждый пытается только отставить свои интересы, свою позицию, ничего более. Ну, то есть отношения вообще, скажем так, проходящего характера. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Паш Кубков. Ну, по Пажу Кубков почему относятся пренебрежительно, да, либо каким-то образом, как вы считаете, вас не уважают. Потому что считают вас по-своему молодой, неопытной, наивной, добродушной. Я не могу сказать, что ему эти качества у вас не нравятся. Это, скорее всего, какой-то аспект, и они могут его раздражать. Но вот насколько вы можете быть легковерной, либо насколько вы можете быть, такой, знаете, душа на распашку. И, возможно, мужчина своими действиями, либо поступками пытается вас чему-то научить, что стоп, дорогая, хватит, перестань. Что еще по Пажу Кубков? Вы, может, слишком эмоциональны, слишком мягкой или ранимой. Ему, возможно, нужна более жесткая мадам, которая будет держать его в ежовых рукавицах. Давайте посмотрим, что же здесь с позиции совета. С позиции совета ситуация, вот у вас, понимаете, перевернутая башня. То есть разрыв, я могу сказать, так неизбежен, либо, в принципе, состоялся. Либо же состоится в ближайшее время. Поймите, ну, ваша роль в этих отношениях уже сыграна. И даже если вы построитесь, попытаетесь что-то отстроить на этом пепелище, ну, это будет просто пустая трата времени и сил. И, как говорят карты, чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Потому что, ну, вот здесь, скажем так, у вас и темпераменты несопоставимы, какие-то взгляды и цели общежизненные. То есть вы совершенно разные люди. Так, и для тех, кто выбрал восьмой вариант, что же здесь не так, что ему в вас не нравится, либо у вас идет ситуация непостоянства, потому что если в прямом положении четверка жезлов карта стабильности, то здесь подрыв этой стабильности, либо вы постоянно своими действиями своей взбалмошностью, вводите мужчину в состояние адреналина и транса, то есть, понимаете, и это, ну, как-то, знаете, просто вносит ему мозг. Возможно, это мужчина, который ждет от вас какой-то стабильности, какое-то решение, например, семейной жизни, а вы к этому не готовы, вы постоянно вводите его за нос. Соответственно, чем вы его раздражаете и вызываете какое-то пренебрежительное отношение к себе. Либо же, еще такой аспект, мужчина может быть несвободен и вы пытаетесь каким-то образом вклиниться в его семью, да, увезти его из семьи, его тоже может выводить из себя. Или же, еще третий аспект, если вы здесь несвободны, то мужчина не понимает, почему вы вводите его за нос и не выходите из семьи для построения отношений с ним. Итак, если этот мужчина для вас значим, что же вам здесь стоит делать? Стоит ли делать вообще? Что же у нас здесь? Игра в одни ворота, я могу сказать так, сто процентов. Потому что здесь четкая ситуация потребительства, сложно сказать, с чьей стороны с вашей или с его, и ничем хорошим это не закончится. Поэтому, если для вас это были легкомысленные отношения с целью просто провести приятное время, вы понимаете, что всему свое время рано или поздно это все дело закончится. Поэтому здесь просто получайте удовольствие, эти отношения так или иначе сойдут на нет. Если же все-таки здесь мужчина был для вас значим, поймите, мужчина вас просто пользует. Ничего более. Вот потому и пренебрежили отношения, потому что вы изначально позволили подорвать фундамент своей целостности, своей ценности. То есть, вы слишком были легко завоеваны. И, соответственно, мужчина здесь не готов вас складываться ни финансово, ни эмоционально, ни как-либо иначе. Вот таким у нас вышел расклад. Буду вам признательна впоследствии за комментарий, который будете оставлять, за обратную связь. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, ссылки на мои контакты, вы сможете найти как под этим видео, так и под другими моими видео. Ну, а я искренне благодарю вас за просмотр. С вами была Ива Лехцер. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...